Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать вам о том, чем я занимался всё это лето. А всё это лето я рисовал иллюстрации для колоды моего друга и коллеги, арт-терапевта и бизнес-тренера Александра Галанина. Вот. Вышла в свет новая колода. Сашина называется «Деньги в семью». Если вы знакомы с Александром, то вы знаете, что в прошлом году вышла его колода «Горшочек золота», для которой я тоже рисовал иллюстрации. Вы знаете, что там главный герой – лепрекон. У него есть горшочек золота, он попадает в различные ситуации. Эта колода предназначена для работы с различными финансовыми запросами. То вот эта колода «Деньги в семью» – она уже предназначена для работы с финансовыми запросами внутри семьи. То есть, как видите, здесь два главных героя – лепрекон и его жена. И они тоже попадают в различные ситуации, которые связаны с финансовыми и деньгами. Понятно, что каждый человек, когда он живет один, сам, то у него есть какие-то свои отношения с деньгами. Он ходит на работу, либо не ходит. У него либо есть деньги, либо нет. А когда он создает уже семью, то отношения с деньгами меняются. То есть, создается определенная система, в которую уже входит несколько человек. Там может быть двое, если супруги. Трое и больше, когда появляются дети. А тем более внуки, если еще живут люди с родителями. То там уже много членов семьи, которые как-то влияют на финансовую ситуацию. Появляются определенные запросы, какая-то ответственность. Кто-то становится главным в семье, главным добытчиком. Кто-то больше тратит, кто-то больше зарабатывает. Кто-то, возможно, не зарабатывает деньги. Появляются новые, скажем, ситуации, в которых проявляются наши разные отношения с деньгами. Вот. И эта колода, она как раз предназначена для решения различных вопросов и, возможно, развязания конфликтных ситуаций, связанных с финансами в семье. Сейчас я покажу вам пример несколько карт. Здесь в основном изображены как лепрекон и его жена. На некоторых картах уже есть и дети, и родители. А в прошлой колоде там тоже были дети, и родители, но они больше были связаны с одним героем. А сейчас здесь уже изображаются персонажи в контексте семьи. То есть, видите, да, вот такая карта, да, на ней главный герой. Герой, да, лезет за горшочком золотом по стопке книг. А женщина его поддерживает. Вот другая карта. Здесь тоже герой лезет, но женщина, видите, на него кричит. Вот такая карта есть. Сейчас, какую-нибудь такую интересную. Вот такая карта есть интересная. Сейчас еще покажу там, где больше персонажей. Вот, например, вот такая карта есть. Видите, да, здесь четыре персонажа изображено. Вот, так что вы понимаете, то данной колодой карт можно работать с целой семьей. То есть, она подойдет для семейных консультаций, для решения разных семейных конфликтов, связанных с деньгами и с финансовыми вопросами. То есть, она подойдет для семейных психологов, да, то есть, когда приходят на консультации пары. Но также можно работать индивидуально с человеком. Здесь есть инструкция в этой колоде карт, в которой все подробно описано. Описано, кто такой Александр Галанин. Описана история, да, почему здесь лепрекон изображен. История лепрекона вообще, описание этих метафор. Очень хорошо Саша описал и горшочек золота, и клевер, да, и как, ну, народный фольклор, да, как описывает это все. Также описаны различные причины, да, почему возникают конфликты в семье. И также описаны методики различной работы. Здесь очень много способов, как можно работать с колодой. И я хочу вам продемонстрировать, да, один пример. То есть, ее можно, эту колоду, использовать в плане диагностики, и также можно использовать для, ну, непосредственно работы с финансовыми запросами. Также ее можно использовать в паре с другими колодами, да, для прояснения различных ситуаций. Сейчас я предлагаю вам провести такую диагностику. Это будет как пример работы. То есть подумайте о себе, да, о вашей семье, о вашей финансовой ситуации в семье. Если вы один, то просто можно подумать о ситуации деньгами. Если у вас есть семья, то подумайте о своей финансовой ситуации в нынешней вашей семье. Я вытяну карту, которая отразит нынешнее положение дел в вашей семье, связанных с финансами. Вот такая карта выпала. Я не буду здесь ничего комментировать, просто посмотрите. И сами ответьте на вопрос, что здесь изображено. Можете в комментариях написать. Если хотите что-то уточнить поближе, да, покажу тут такие картинки. Ну, в любом случае, что вы увидите, это в любом случае будет ваше. Итак, друзья, это все, чем я хотел с вами поделиться в этом видео. Под видео оставлю ссылки на страницы Саши в соцсетях. Колоду можно заказать у него. Вот, если у вас есть вопросы, комментарии, то обязательно задавайте. И до новых встреч. Спасибо вам.